Добрый день. Сегодня я доведу информацию по обстановке на линии соприкосновения, а также подведу итоги деятельности подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики за прошедшую неделю. Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской Народной Республики имеет тенденцию к обострению. За прошедшие сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня. При обстрелах под контрольную Киеву боевики применяли станковые и противотанковые гранатометы и 120-мм минометы. За минувшую неделю украинские силовики 17 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь ввелся из артиллерии калибра 152 мм, 120 и 82-мм минометов, гранатометов различных типов боевых машин пехоты и различного стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено более 140 снарядов мин и гранат. Обстрелом со стороны украинских силовиков подвергались районы населенных пунктов. На Дебальцевском направлении – Лозовое и Логвиного. На Славяносербском направлении – Донецкий – Желобок. На Попаснянском направлении – Калийного. На Станично-Луганском направлении – Христовое, Краснояр и Зеленая Роща. Преступные приказы на открытие огня по районам населенных пунктов отдавали командиры-преступники 72-й бригады вооруженных сил Украины «Татусь», 53-й бригады «Грузевич», 14-й бригады «Войченко» и 80-й десантно-штурмовой бригады «Шворок». В результате обстрела украинскими карателями населенного пункта «Желобок» полностью уничтожен жилой дом и хозяйственные постройки, а также ранена мирная жительница. Обстрел производился из 152-мм артиллерии со стороны населенного пункта «Крымская» с позиции 53-й бригады вооруженных сил Украины, командиром которой является военный преступник полковник «Грузевич». Кроме того, при обстреле Красного Яра незначительное повреждение получил забор вокруг жилого домостроения в районе дачного кооператива «Зеленая роща». Но главной целью карателей была водонапорная башня и электропостанция, которые находились в непосредственной близости от мест разрывов модернизированных боеприпасов РПГ с накрученными 82-мм минами. Данные факты свидетельствуют, что преступное командование вооруженных сил Украины по-прежнему не планирует выполнять минские договоренности и делает все для их срыва в продолжении брата-убийственной войны на Донбассе. За прошедшую неделю в зоне ответственности Народной милиции Луганской Народной Республики нашими наблюдателями зафиксированы 6 пролетов беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов «Счастье», «Трехизбинка», «Крымская» и «Новаташковка». Украинские командования, зная о запрете полетов беспилотных летательных аппаратов в зоне соприкосновения сторон, продолжают их использовать для корректировки артиллерийского огня, тем самым нарушая минские договоренности. Кроме того, по данным от местных жителей, в район населенного пункта Капитаново и Муратова выдвинулись зенитно-ракетные комплексы оккупационных сил. По нашим данным, командование зенитно-ракетного полка вооруженных сил Украины А-1129 получило задачу на прикрытие огневыми группами 1-го зенитно-ракетного дивизиона сил и средств 53-й механизированной бригады вооруженных сил Украины от мониторинга ОБСЕ, проводимого беспилотниками. Террористическая команда боится, что специальная мониторинга миссии ОБСЕ вновь выявит сосредоточение запрещенных огневых средств вооруженных сил Украины и заставит их отвезти на установленные дистанции. 1-й дивизион зенитно-ракетного полка не должен допустить выявления местонахождения своего вооружения, а также фиксацию их применения. Так, по имеющейся информации в зоне ответственности 53-й бригады, размещены 7 танков и 3 единицы САУ. Мы призываем специальную мониторинговую миссию ОБСЕ активизировать воздушное наблюдение, а также мониторинг местности с помощью патрулей, чтобы зафиксировать присутствие в данном районе запрещенного вооружения вооруженными силами Украины и добиться их отвода на установленные дистанции. В подразделениях и частях вооруженных сил Украины, находящихся в зоне проведения операции оккупационных сил, стремительно снижается уровень воинской дисциплины. Ежедневно органами военной службы и правопорядка в местах дислокации подразделений задерживается в состоянии алкогольного опьянения более 10 человек. При этом в периоды проведения плановой замены частей и подразделений это число существенно возрастает. Участились случаи неуставных взаимоотношений между военнослужащими, которые проходят в результате употребления спиртных напитков. Кроме того, даже в ходе выполнения боевых задач украинские военные нередко находятся под воздействием спиртного. Военными медиками неоднократно фиксировалось содержание алкоголя в крови солдат и сержантов, получивших ранение, это где-то более 0,5 промилей. Последний случай употребления спиртных напитков киевскими карателями произошел в подразделении 80-й бригады вооруженных сил Украины, где 10 июня в районе населенного пункта Платина у водоема военнослужащие вооруженных сил Украины устроили пьяные разборки. Избили сторожа и глушили рыбу с применением ручных гранат, после чего, разъезжая по селу в непотребном виде, меняли улов на спиртные напитки. Жалкие попытки стабилизировать ситуацию вынудили командование операции оккупационных сил в начале июня текущего года обратиться к главам местных органов власти с просьбой ужесточить контроль над торговыми точками и исключить продажу алкоголя военным. Кроме того, из-за выявленных военной прокуратурой множественных случаев нарушения военнослужащими 80-й отдельно десантно-штурмовой бригады, установленных правил взаимоотношения, мародерств, контрабанды, торговли оружием и боеприпасами, командующий отдельно тактической группой «Северкравченко» отдал распоряжение на вывод данного соединения из зоны операции оккупационных сил. В связи с увеличением количества грубых дисциплинарных проступков и преступлений в состоянии алкогольного опьянения, командование операции оккупационных сил проводит профилактические мероприятия по усилению контроля над военнослужащими вооруженных сил Украины. Военнослужащие службы правопорядка в рамках мероприятий взят под жесткий контроль вопрос перемещения военнослужащих в зоне проведения операции. В настоящее время в зоне операции оккупационных сил проводятся разыскные мероприятия по поиску военнослужащих, в том числе и офицеров, которые совершили самовольное оставление районов дислокации подразделений. К данному мероприятию привлекаются подразделения военной службы правопорядка, полиции и Национальной гвардии Украины. Так, 10 июня 2018 года начальник автомобильной службы 24 батальона «Айдар» 53-я бригада вооруженных сил Украины старший лейтенант Павловский Дмитрий Геннадьевич и командир эвакуационного отделения взвода обеспечения рядовой Ацкий Сергей Михайлович самовольно оставили расположение подразделения, после чего в населенном пункте Боброво употребили спиртные напитки и незаконно завладели транспортным средством гражданского лица. Сотрудниками правопорядка преступники были задержаны. По факту самовольного оставления части и угона автомобиля военной прокуратуры заведено уголовное дело. По данным военной службы правопорядка, каждые сутки около 10-15 военнослужащих совершают подобные дисциплинарные проступки. Для поиска и задержания нарушителей активизируются разыскные мероприятия, увеличивается численность личного состава на блокпостах, наращивается взаимодействие с полицией и Национальной гвардией Украины. Таким образом, уровень воинской дисциплины и морально-психологического состояния личного состава и частей, выполняющих задачи в зоне проведения операции оккупационных сил, продолжает оставаться на крайне низком уровне. Кроме того, отмечено увеличение факта ввоза оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в другие регионы Украины военнослужащими, завершившими участие в операции или убывающим в отпуска или командировке. Так, в период с 15 по 20 июня в 1-м батальоне 72-й отдельно механизированной бригады вооруженных сил Украины работала комиссия штаба бригады по проверке технического состояния вооружения и военной техники. В ходе проверки выявлен ряд существенных недостатков и нарушений, в том числе исчезновение до 500 кг взрывчатых веществ со складов ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов, сотрудниками Службы безопасности Украины задержан военнослужащий 14-й механизированной бригады вооруженных сил Украины, который, убывая в отпуск, пытался вывести из зоны операции оккупационных сил три гранаты РГД, две гранаты РГН-1, четыре гранаты Ф-1 и пять запалов. Отмечено увеличение фактов вывоза оружия и боеприпасов и взрывчатых веществ в другие регионы Украины, а также в страны Восточной Европы. Так, 16 июня текущего года на участке Луцкого пограничного отряда Государственной пограничной службой Украины на выезд из страны были оформлены четыре грузовых автомобиля с грузом специального назначения «Тротил», общим весом 64 тонны и стоимостью 6 миллионов евро. Подобные факты свидетельствуют о том, что военно-политическому руководству Украины выгодно продолжение конфликта, в результате которого гибнут мирные жители. Команде Порошенко абсолютно наплевать на страдания народа Донбасса. Они преследуют исключительно личные интересы. Прошедшие недавно в Киеве митинги ясно свидетельствуют о том, что народ Украины не может больше терпеть беспредел киевских олигархов. А решение Петра Алексеевича оспорить в Конституционном суде лишение Виктора Януковича статуса президента, показывает Порошенко, начинает понимать, что под ним уже шатается кресло и горит земля. По уточненным данным, лживые заявления украинских средств массовой информации связаны с минувшим приездом НАИВА по подразделениям и его требованиям о демонстрации успешных действий вооруженных сил Украины с целью поднятия духа военнослужащих. В связи с этим, на этой неделе командир 53-й механизированной бригады вооруженных сил Украины Грузевич сделал заявление о продвижении подразделений вглубь на 2 километра и занятие новых позиций в районе населенного пункта Желобок Славяносербского района. Данное заявление является очередным вымыслом командного состава операции объединенных сил и не имеет ничего общего с действительностью. И подчеркиваю, было сделано с использованием подконтрольных средств массовой информации. В настоящее время, как и прежде, подразделения 53-й бригады вооруженных сил Украины находятся на прежних позициях. Никаких изменений в расположении украинских военных не произошло. Подобное заявление украинское командование делает с целью поднятия боевого духа подчиненного личного состава, так как морально-психологическое состояние военнослужащих неудовлетворительно и находится на крайне низком уровне. На Светлодарском направлении командир 1-го батальона 72-й бригады вооруженных сил Украины с целью выполнения задачи по демонстрации якобы успешных действий своего подразделения и желания превзойти соседей из 2-го и 3-го батальона не санкционированно пригласил неаккредитованную штабом операции объединенных сил съемочную группу одного из телеканалов Украины и разрешил съемку в ночное время на линии боевого соприкосновения в течение 3-х дней. В попытках сделать сенсацию на протяжении минувших двух суток террористы осуществляли провокации на 4-х оборонительных рубежах Светлодарского направления. В результате отмечалось свободное перемещение личного состава и техники с целью вызвать снайперский и минометный обстрел. Однако бойцы народной милиции мужественно и стойко не поддавались на соблазн ответить на вызовы провокаторов, которые пренебрегали элементарными нормами безопасности при нахождении на передовых позициях вооруженных сил Украины. Не свершив задуманного, съемочная группа вернулась на командный пункт батальона в населенный пункт Артемовск, где выразила недовольство работой командиров РОД по организации фейкового отражения агрессии Луганской Народной Республики. Тем не менее, в ближайшее время нам следует ожидать публикации очередных нелепо состряпанных сюжетов о попытках проникновения диверсионно-разведывательных групп Республики вглубь обороны противника и обстрелах позиций вооруженных сил Украины из любых видов вооружения. Мы по-прежнему готовы к решению конфликта на Донбассе мирным путем. Народная милиция является гарантом безопасности граждан и территориальной целостности Луганской Народной Республики. Для этого мы продолжаем плановое совершенствование военного мастерства в подразделениях Народной милиции. Проводится ежедневное занятие по боевой подготовке. На этой неделе внимание было уделено подготовке подразделений специального назначения и разведке. На полигонах Народной милиции проведена отработка приемов и методов введения боя в условиях незнакомой местности, а также выявления и поражения подвижных целей снайперами. В целом, Народная милиция продолжает совершенствовать полевую выучку и стремится к новому уровню боевой подготовки. На всем украинцам и жителям Донбасса нужен мир. Но вместе с этим, хочу заверить, мы не отступим. На каждую провокацию будет дан достойный ответ. Мы преданы нашей республике и наш дух не сломить. Спасибо.